Всеядного всем утречка от Серёги на дворе 1 мая. Тепло, жарище, красотища. Если б не карантин, вообще было бы всё замечательно. И как я и обещал, с 1 мая начинается новый эксперимент на выживание на 5000 рублей на карантине живого. Серёж, а нету денег-то у нас? В смысле нету, Сергей Сергеевич? Опять вы за своё... Серёж, а откуда у нас 5000? Нету у нас 5000. Откуда деньги, Серёженька? Карантин же в стране. А помните, вот это, обжорчики, мегабургер. Кто заказывал мегабургер? Это не я заказывал. У нас же деньги ещё в банке есть, на карте снимайте, давайте быстрее. Ну вот, хотя бы сколько здесь, Сергей Сергеевич? Ну, ты ещё можешь. 100, 150, 250, 350, 450, 450. Так, ещё соточка. Давайте, Сергей Сергеевич, раскошеливайтесь. Опа, отлично. Ещё соточка. 650. 50, 60. Рекламная пауза. Вместе с медью у меня получилось, вернее, без меди у меня получилось 832 рубля. Вот этих денег мне должно хватить на весь карантин. Надеюсь, его не продлят на июнь. Может, надеюсь, он закончится в мае, и это будет тогда замечательно. Но у меня всего 832 рубля плюс вот эта медь. Я, кстати, за эти пару месяцев поправился с последнего выживания. Я сейчас вешу 69 аж, представляете? Вот здесь будет график. И давайте, кстати, заставочку нашу традиционную. Поехали. Я собрался, взял сумку покрепче. Если карантин закончится после майских праздников, это будет замечательно. Ну, никто же не знает, когда он закончится. Поэтому потратить все свои 800 рублей за раз я не могу. Буду очень экономно так расходовать. Жалко, лайфхаков сейчас никаких нет. Потому что все закрыты. Никаких ни баллов, ничего нет. Ни бесплатной еды. Может, что поспело созрело, надо, кстати, посмотреть. Я, честно говоря, дома уже насиделся. И вот лишний повод выйти погулять, то есть за продуктами сходить. Прям в радости. Ну что, отправляемся в магазин. Блин, а где? А, испугался, что у меня последняя маска, ребят, осталась. Ну что, погнали? Шикарно. Мне нужно будет одну бутылку масла сразу взять. 0,9 за 51,90 такое. Примерно одинаковая бутылка, но каждый раз название меняется. На этот раз это «Щедрое лето» называется. 51,90. Неплохо берут, кстати. Хотел поесть гречки, но цена в 47 рублей за пачку. Просто жесть какая-то. Она в прошлый раз 35 стоила. Ну, когда, до кризиса этого всего. Поэтому надо что-нибудь подешевле выбрать. Например, рис 35 стоит. Из риса можно чего угодно придумать. Супчик сварить, котлетки пожарить. Рис берем. Соль брать не буду. Вот сахар надо найти. До всего этого он стоил 26 килограмм. Один кило сразу взять надо. Без него никак. Помните, я говорил, что самое выживание это на крупах. Поэтому сейчас надо взять какую-нибудь еще крупу для завтрака. Ячневая 25, пшеничная 24. Есть еще перловка за 24. На перловку я в прошлый раз брал. Поэтому крупа пшеничная. Может попробовать ее перемолоть на муку. Мука, кстати, почем? 48 за 2 кило. Тоже дорого. Муку пока не буду брать как-нибудь. Есть один очень классный рецепт. Я сейчас его приготовлю, вам покажу. Но для этого нужно сходить в отдел овощей. Смотрите, какая шикарная сегодня картоха. Почем такая? По 21,80. Надо побольше сразу взять. Сегодня не буду взвешивать по отдельности. Можно было бы сэкономить пару копеек. Потому что не хочу долго по магазину ходить, подбирать каждую картоху. Может быть потом с утра прийти, когда людей не будет. Но у нас аншлаг, конечно, сегодня. 19,60 картоха получилось. Надо прям под открытие или под закрытие идти. Когда людей будет поменьше. Людей слишком много. Чуть тележка не потерял свою. Наисвежайшая просто морковка. Только с грядки. Морковка слишком хорошая, чтобы убрать мало. Поэтому возьму сразу три штучки. Съесться все равно. Морковка вообще полезный продукт. Ребят, берите сразу. Видите морковку? Сразу берите. Морковка неумытая. 15,55 получилось. Дороговато, конечно. Но я в маске чувствую себя как зор. Все прилипает. Когда говоришь. Ребят, где копить масок подешевле? Напишите, кто знает. Сейчас, наверное, актуальный вопрос. Не хочу шить маску, потому что она как трусы получается у меня. Я умею шить. Просто у меня получается как трусы. Или ассоциация у меня такая просто. Ну, очень похоже кого-то. Особенно, если черное делаешь-то. Вот теперь вы тоже будете думать, что как трусы. Десяток яиц сразу возьму. Рискованное дело. Потому что яйца продукт такой дорогой. Продукт такой спорный. Одно яйцо весит грамм 50 максимум. То есть получается 50 с лихом рублей за полкило. По цене курицы выходит. Пробивать, конечно, буду каждый по отдельности. Чтобы по 90 кк сэкономить. Ага. Опять начинается. Есть такой лайфхак. Вот с этими буклетами. Ну, не честный, конечно, но лайфхак. Сейчас расскажу, кто собирает эти кастрюльки. Можно вот эти штучки вырезать. Вот эти вот аккуратненько, если вырезать штучки. Нет, не получится. Не получится? Потому что они светятся. А, не светятся? Как деньги, поэтому не получится. Короче, ребят, лайфхак этот не работает. Да. Но этот лайфхак работает. По 90 копеек. Экономим. 56 рублей яйца. Очень дорого. У меня мелочи пипец. Интересно, можно ли такие десюльнички засовывать или нет? Может спросить заранее. А кто не принимает, может? Да, принимает. 10 копеек, 20 копеек. Ништяк. Это я все на 15, на 16 рублей только накидал. Чуть не забыл рубль еще. Ништяк. Вот так вот пчела выглядит, сумка. Закупился целой кучей продуктов. Не рассчитывал вообще такую огромную кучу покупать. Хотел сэкономить в начале в самом. Я хочу где-то до 11 мая. Было бы неплохо так потратить рублей 400, чтобы еще потом после 11 осталось тоже 400. Потому что может 11 мая все закончится. Я смотрю, тут неплохо щавель разрос. Старое место мое. Смотрите, как шикарный щавель тут растет. Наверное, здесь просто тень. И он тут так хорошо растет. Но вот в этом месте он всегда прям такими пучками зелеными, шикарными. Он пока еще молодой, свежий. Эти листья, видите, какие зеленые, красивые. Вот его сейчас нужно рвать. И так стебель уже твердый стал. Он как сельделей такой. Твердый, хороший, сочный. Смотрите. Аж сок течет. Сейчас надо нарвать такого щавеля. Но это уже большой лист, он не такой вкусный. Надо поменьше нарвать. Вот такого, какого-нибудь щавелька. Вот это вот в тенечке, смотрите, какой мягкий еще. Вот это шикарно, конечно. Много рвать не буду. Чтобы он свежий был тут недалеко от дома все равно. Вот так на один раз выберу самые вкусные. А дуванчик тоже можно зажарить, заварить. А дуванчиков много. Пусть растут. Еще они маленькие. Перешок еще маленький там. А щавель, смотрите, как вымахал уже. Вот он, вот он. И вот здесь. Вот здесь шикарные просто. Ах, жалко барбариски. Мало прошлогоднего осталось. Смотрите, уже новый завязался. Маленькие какие цветочки будут. Красиво он цветет, кстати. Желтыми цветочками. А у прошлогодних осталось совсем чуть-чуть. Но все равно он не осыпался. Весь перезимовал чуть-чуть. Вот еще висит. Тоже нарву на компот. Вот здесь прям по крупицам собираю сейчас. Надо сейчас домой прийти, сразу эту барбариску зарядить в стакан. Кипяточком залить. О, бабушка, наверное, это ее барбарис. А я рву стою. Хотя его никто не собирал зимой. Физина висел. Походу я здесь весь собрал. В общем, больше нет его. Сейчас покажу, как обычно. Вот он обычно вот так растет. Щавелит страшный на вид. В сухом месте вот он такой неказистый вырастает. Вот этот шикарный куст какой-то, смородина. А, в цвет пошла. Вот это сейчас от нее аромат. Возьму пару прям чуть-чуть вот так вот возьму. Тоже для компота. И вот, кто не верил, что шиповник, показываю, что шиповник может перезимовать, вот он отлично зимует. Сухой-сухой, конечно, стал. Его нужно хорошенько размачивать. Ну, то есть заваривать. В термосе, например. Очень витаминная штука весной. Его полно. Его у нас никто не собирает. Вот полный куст. Скоро уже новые зацветут. Грязный, конечно, он как черт. Ну, ничего. Итак, я вернулся домой. Сразу поставил завариваться напиток. Получился вот такой вот. Он сейчас еще настаивается. Смотрите, какой красивый цвет. Здесь барбарис, шиповник и цвет черной смородины. Очень красивый. Пахнет немного кисленький. Ну, сейчас картошкой пахнет здесь на кухне. Ну, вообще, напиток, он из барбариса кисленький должен получиться из шиповника. И выглядит красиво. Картошку я решил почистить, потому что она местами все-таки зеленая и старая. Старая кожа здесь, кожура. Надо это все счистить. Готовить буду сейчас картошку. Жареную с рисом. Кто пробовал такое блюдо, пишите в комментариях. Очень вкусно получается. Ну, вкусно получается с жареным лучком. Еще с каким-нибудь мясом, например, с курочкой. Но у меня ни того, ни другого просто нет. Одну картоху оставлю. Про запас. Сколько всего потратил денег, я тогда напишу, где-нибудь здесь на экране. Потому что сейчас долго подсчитывать уже есть хочется. Уже, ого, уже очень много времени. Как я это все приготовлю? Ставлю сковородку на огонь, наливаю растительное масло и отправляю туда картошку. Нарезанную кубиками, не мелко. Обжариваю на большом, прям хорошем огне со всех сторон. Поворачивая, помешивая, переворачивая. Рис к этому времени уже практически готов. Обязательно добавьте специи приправы. У меня немножко сушеного чеснока. Соль, конечно же. Только на картошке со всех сторон появилась румяная корочка. Добавляю туда рис. Рис можно прям с водой. Потому что он будет все равно там тушиться вместе с картошкой. Немного черного перца и универсальные приправы. Их всегда остается в большом количестве после любого бомжа эксперимента на месяц. В этом месяце я их покупать не планирую. Но отдельно оставлю голосовалку. Как вы считаете. Теперь картошка с рисом тушится еще минут 15. И можно подавать к столу. Получается великолепное вегетарианское блюдо. Очень вкусное и сытное. А делается самое главное всего из двух основных ингредиентов. Если есть мясо, то из трех. Вот такой вот у меня получился обеда-завтрак, обеда-полдник. Завтрак-то я пропустил. На завтрак у меня был только стакан воды. Здесь у меня получается. И компот. Компот очень вкусный. Сахар пока не добавляю никуда. Вообще хочу от сахара отказаться. Но пока не получается. Но вряд ли получится, конечно, так сразу. Вот и кот пришел. Ну что ж, мне приятного аппетита. Картошка с рисом. Ну вроде бы вы скажете, что это два гарнира без ничего. Ну и будете правы. Но это вкусно. Пробуем. Котику забыл сделать сейчас. Отлично получилось. Картошечка протушилась. Это самое главное. Она должна быть прожаренная. Но и хорошенько протушиться. Стала мягкая такая. Чтобы с рисом это все однородно получилось. Супер. Я хотел на 5 тысяч сделать выживание. Но нет таких денег. Короче, если это все 11 числа закончится. То у меня 400 рублей останется. Я же планирую 400 потратить до 11. Прям поэкономить чуть-чуть. Тогда к Владимиру поеду. Я прямо его с того времени и не видел. Карантин объявили же как. Я к нему ездил пару раз. Продукты возил. Ну а потом все. Кто не знает, кто это видео первый раз смотрит. Я ссылку оставлю. Кто не видел, кто не знает, что за Владимир. Кстати, интересно, продолжаются ли эти бомжи-обеды. Как сейчас людей кормят на карантине-то. Интересно, они работают, нет? Короче, по срокам эксперимента этого. 832 рубля до конца карантина. Два месяца, значит два месяца. Если 11 закончится, значит 11. Никто не знает. Это самый рискованный эксперимент на Ютюбе. Так что, не повторяйте. Вкусно, но мало, как говорится. Но если какие-то выплаты по карантину будут, тогда их приплюсуем. Все-таки заплатили же тем, кто за границей сидит. Может и нам что-то перепадет. Ой, поел прям, так хорошо стало. Отлично. Ну что, теперь что-нибудь на ужин сообразить надо. И день прожитый, график делать нет. Завтра сделаю. Первый день самый сложный. И сейчас ничего не хочется делать. Я бы, честно говоря, поспал бы. Сходил в магазин и устал. Ну вот что значит. Без движения сидеть сколько уже месяц. Пишите, кстати, в комментариях, какие продукты купить. Первые необходимости, ну именно продукты. И что из них приготовить. Ваши самые любимые бомж рецепты. Самые нажористые и вкусные. И я их обязательно приготовлю. Увидимся за ужином. На ужин сегодня будут те самые листы щавеля, которые я еще днем сорвал. Я их после промыл, просушил. А далее замариновал в соевом соусе, который у меня хранился в холодильнике. Не хранился, а завалялся в холодильнике после обзора еще с Макконе. Соус так себе, поэтому он и завалялся в холодильнике. Вот он и пригодился наконец-таки. В общем, рецепт будет сейчас экспериментальный. С маринованными листами щавеля и начинкой из отварного риса. Листы я отрезал примерно одинакового размера. С краешку, которые самые мягкие. Без толстого стебля. И постараюсь сейчас завернуть. Я ни разу так не готовил раньше. Но постараюсь сейчас завернуть немножко риса. Не знаю, что должно получиться. Но если получится вкусно, то я этот рецепт обязательно повторю. Потому что ингредиенты здесь... А, где же я еще соевого соуса-то возьму? У меня это последний был. В общем, заворачиваю просто в лист. И получается вот такой вот. Тубус. Кстати, очень лист хорошо лепится. Поэтому можно даже завернуть вот плотненько. Вот так сделать. Если бы у меня много было бы щавеля, я бы, может, даже и на завтрак бы оставил. Смотрите, какой хороший бочонок получился. Шикарно. После того, как я пробовал маринованные листы кунжута в соевом соусе, мне уже не кажется это все так странным. Кто не видел это видео, ссылку оставлю в описании. Корейские продукты пробовал. Как думаете, долго карантин продлится? Надолго продлили карантин? Нет? В прошлый раз... Сейчас, получается, третий раз я уже забрасываю удочку. Третий раз старик забросил невод информационный. Насколько долго карантин продлят на этот раз? Как считаете? В прошлый раз, когда я спросил, насколько это все серьезно, как вы считаете? Большинство ответило, что это, ну, наверное, ненадолго. Вот результаты опроса. Потом я спросил уже в конце, в середине месяца, вернее, да, в середине месяца, кажется, второй опрос был. Там уже результаты были другие. Уже большинство думало, что это надолго. Как вы считаете, вот сейчас, на этот раз, до конца июня, как думаете? Или все-таки я надеюсь, что это в мае закончится? Не буду долго заворачивать я их, короче, вот так просто заверну. Для себя же делаю, не для кого-нибудь. Не романтический ужин, правильно? Прям по-быстренькому заверну сейчас. Уже хочется есть. А сейчас Настю попробую позвать, интересно, догадается она, из чего это сделано, нет? Надо будет еще супца сварить из щавеля с яйцом. Яйца-то у меня есть. Настя, хочешь попробовать? У меня... Это щавель. Вкуснотища. Почему он такой большой? Наверное. Ну, это конский щавель. Ага, я поняла. Конский щавель это то, что во дворах растет. Да, конский щавель, он немножко такой, пожирнее, помощнее. Многие пишут, что он ядовитый, поэтому не экспериментируйте, как Селега. Селега-то всеядный. А ты думаешь, я тоже всеядная? Да нормально все будет. Батя у меня его ест уже всю жизнь ел. Ничего. Он у него прям супец варит. Вкусно. Прям килограмм накидывает в кастрюлю и варит. Вот такое получается жижа. Приятного аппетита. Ты палочками хочешь? А это реально вкусно. Ты в соевый соус его хочешь? Да и так они замариновались. Я как роллы. Да пробуй так. Ну-ка. Ничего прикольно, как будто рис в траве, но ничего, съедобно. Нормально. Кислота пропала куда-то. Отщавели. С соевым соусом. Мало промариновались, надо еще чуть-чуть. Дай-ка я тоже потыкаю в соевый соус. Надо либо может дольше вылиновать, но в общем не пропитались они так сильно, как я хотел бы. Я еще заварил вот этот напиток второй раз. Я, кстати, да, сегодня видела, думала выкинуть или помыть кружку. Нет, ни за что. Он еще заварится. Смотри, какая красота. Хочешь попробовать? А что это такое? Нет, не хочу. Черная смородина, шиповник и барбарис. У меня еще на ужин это слайсы морковные. Ну, просто погрызть. Ну, в Макдональдсе, знаешь, продают морковку. Знаешь, бешеных денег стоит. Тут одна морковь, тут пол морковки. Вот я настругал. Вкуснотища. Сейчас сяду за компьютер. Это не сейчас. За компьютером, знаете, как уходит? Сидите что-нибудь, смотрите. Гораздо полезнее, чем чипсы. Клетчатка. Да, намного полезнее, чем чипсы. Очень. Слушай, если морковка попадется еще сладкая, вот это вообще бомба тогда будет. Если не вкусная морковка, то и противная есть, конечно. Вы уж, ребят, извините, что я не на 5 тысяч живу. Но нет, просто. Нет 5 тысяч, ребят, у меня. Вы уж извините. Поэтому будет выживание на карантине. Сделаю и на 5 тысяч. Потом как-нибудь, когда денег будет. Когда государство выделит. Если выделят. Не, ну если мы будем сидеть на карантине там. А что, нам застегают 5 тысяч? Не, за детей-то выплачивают. А просто гражданам, которые, ну там, без работы второй месяц сидят, что делать им? Да, обещают тоже что-то выплатить. То есть, если выплатят что-нибудь, тогда приплюсую к этой, к этим, в общем, тогда вот на эти деньги прям до самого конца карантина. А пока что 800 рублей у меня осталось. Такой эксперимент будет. Ничего так, щебель. Я объелся, ребят. Я даже одну вот эту долму не могу доесть. Реально такие нажористые с лисом получаются. Может оставить? Не, доем. Нормально. Вкусно было. Даже противный соус, который был. Он не противный, он просто водой разбавленный. Ничего так, за голодухи пойдет. Пишите в комментариях правила для этого эксперимента, для этой выживалки. Чем можно пользоваться, чем нельзя. Ну, лайфхаков-то, понятное дело, что почти нету. На карантине-то ничего не работает. Я сегодня с горяча пошел, прям в магазин купил, вот по-быстрому. Надо было все-таки каждый продукт отдельно брать. Надо было посмотреть цены. Яйца очень дорого взял. Опрометчиво, конечно, опрометчиво я все сделал. Я голодный пошел в магазин. А то самая главная ошибка, это идти голодным в магазин. Сразу купил все, что бы на глаза попало. Надо список составлять, Сидош. Тогда не будет такого. Яйца ставил список. У меня там и сельдерей обычный, и сельдерей корневой был. А что только не было. Денег только не было. Вот поел сейчас, и даже не все так кажется печальным. Неплохо. В общем, все будет зависеть в этом эксперименте от того, насколько продлится карантин. Если он до 11 числа будет, это будет легко. Если до конца месяца, это будет выживание. А если на июнь, то это будет экстремальное выживание. У меня там день рождения еще, кстати. На этом я с вами не прощаюсь. Вернее, прощаюсь буквально ненадолго. На пару дней. Следующее видео будет на канале. С вами был Всеядный Серега, как обычно. Пишите в комментариях свои любимые рецепты, советы. Что купить, что не покупать на этот эксперимент, на это выживание. И пишите ваше предположение, насколько потеряет Серега в весе. Увидимся буквально через пару дней на этом же канале. На этой же кухне. Пока!